Привет, друзья! Вы на канале Point Transit, и за моей спиной находится Nissan Kicks E-Power. Будет интересно, мы начинаем. Крайне интересный автомобиль, который, когда был презентован и начал продаваться, это было, наверное, года два назад, я подумал, что эта тачка должна взорвать российский рынок. Почему? Есть несколько факторов, которые этому способствуют. Во-первых, этот автомобиль на технологии E-Power, которую люди в России очень сильно полюбили. То есть это технология последовательного гибрида, в последовательной цепи которого никак не задействуется напрямую двигатель. То есть двигатель служит генератором для основной установки батареи. И, соответственно, нет механической связи с приводами, с колесами в автомобиле. Поэтому мы получаем очень высокий момент на старте. Мы получаем очень резвый автомобиль, при этом обладающий неплохим ресурсом и определенным набором технологий. Кикс, этот автомобиль, идеальный для России, с моей точки зрения. Почему? Потому что он выше, чем Nissan Note E-Power. Он немного больше, чем Nissan Note E-Power. И это что-то необычное. В любом случае, последняя технология визуала. Уже не последняя, но тем не менее современный салон. И смотрится это все достаточно неплохо. Собственно, о нем я бы и хотел поговорить, потому что они становятся проходными в этом году. И поедут в Россию, я думаю, что достаточно большими партиями. Сейчас на своем экране вы видите габариты этого автомобиля. И примерно прикидываете, с чем его можно сопоставить. В свою очередь скажу, что внешне я вижу, что в богатых комплектациях машина оснащена круговым обзором, то есть камерами в круг, парктрониками, классными светодиодными фарами, дисковыми тормозами на передней и задней оси, причем достаточно неплохими колесиками 17-го радиуса. Есть у нас пластиковые элементы вокруг автомобиля, которые присущи обычно машинам, ну типа кроссовер, да, маленькими, там, большими и так далее. Двухцветный кузов, соответственно, у меня белая крыша, синий низ, есть разные различные вариации цветовых решений. Ушки перекочевали от E-Power, идентичные, с повторителем. И задняя часть, напоминающая, наверное, Murano, на мой взгляд, да. Вот здесь что-то такое есть с вот этой парящей крышей, есть какая-то штучка от Murano. К тому же, данные автомобили доступны еще и на полном приводе, как в нашем случае, это полноприводный Kicks. Казалось бы, набор опций просто сумасшедший. Электропривода нам здесь не положили, поднимаемся ручками. Багажное отделение больше, чем у Nissan Note. Есть гель-компрессор, докатки нет. Полка в багажнике тоже достаточно жесткая. То есть багажники мы получаем даже больше, чем у Nissan Note E-Power. Сзади у нас тоже достаточно неплохо место. Но, во-первых, по материалам здесь не супер какие-то передовые материалы. То есть это все-таки бюджетный автомобиль. Нет чего-то сверхъестественного. Обивка такой достаточно недорогой кожей. Голубая прострочка, символизирующая нам то, что это гибридная машина. Садимся мы назад. Место, наверное, ну что-то около Note. А Note это не маленькая машина, несмотря на то, что она визуально кажется небольшой. Есть у нас датчики, пристегнутые пассажиры. И маленький USB классический. Подлокотника, к сожалению, нет. Трансформации салона какой-то нет. Но спинки сидений складываются 60 на 40, образуя, ну, практически ровный пол. Небольшой здесь есть перепадик. Но глобально, то есть в машине можно что-то перевозить. Также кармашки. Но самое интересное-то всегда за рулем. И мы сейчас с вами это посмотрим. Кстати, бесключевой доступ к автомобилю тоже присутствует. А за рулем здесь как-то так. На мой взгляд, неплохо. Но начнем по порядку. Ключик у нас от Kix такой же, как и от любого Nissan. То есть здесь ничего глобально не поменялось. У нас электропривод всех четырех стокол. Автоматические у водителя. То есть центральный замок и управление электрическое зеркалами. Нет электропривода ни у водителя, ни у пассажира. Ну и, соответственно, все регулировки, в принципе, здесь есть. Необходимо нам. Рулевое колесо, кстати, от e-power. Мы сейчас его можем завести. Кнопка запуска двигателя на центральном тоннеле. И смотрим, как это все у нас работает. Кстати, приборная панель такая щенка будто бы очень сильно напоминает последнего лифа с экраном. Огромное мультимедийное устройство. Очень большое. И маленький такой климат-контроль. Кстати, он как будто бы от Nissan Sirena в 27-м кузове. Здесь у нас есть отделение под телефон. Возможно, здесь в каких-то комплектациях это оборудуется зарядным устройством. Беспроводным. Также есть USB. Электрический ручник. Функция передвижения исключительно на электричестве. Новый селектор переключения передач, как мы сейчас видели в Арие. Кстати, круговой обзор. Ну, на самом деле, ну, точно такое же качество камер, как и на предыдущих ноутах. Огромное головное устройство. Достаточно прям такое внушительное. Ну, работает оно, видите, как работает. Ну, это бюджетный автомобиль, опять же, здесь надо придираться к таким мелочам не совсем корректно. Соответственно, у нас есть управление графикой. Кстати, графика вот на экранчике прям довольно неплохая, на мой взгляд. Здесь у нас какой-то кожи все обшито, какая-то строчка здесь тоже присутствует. Бардачок достаточно больших размеров. Здесь у нас два подстаканника, причем с какими-то отделениями, то есть для увеличения. Здесь у нас, кстати, есть уже полноценный нормальный подлокотник, чего не хватает в некоторых ноутах. Туннель, причем тоже, видите, как бы прошитый. На мой взгляд, очень неплохой автомобиль. Опять же, вся система Safety Sense. Подогрев руля здесь присутствует. Антистолкновение, корректор фар. То есть у нас не самые какие-то топовые фары, в данном случае установлены функция пилота. Круиз-контроль адаптивный. Рулевое колесо кожаное. И, ну, хоть оно и осталось от старого ноута, здесь все равно, как бы, ну, оно выглядит очень современно. И подогрева передних сидений у нас тоже присутствует. Сейчас мы с вами посмотрим, как выглядят фары данного автомобиля. Ну, на мой взгляд, достаточно неплохо. У Арии здесь поворотники встроены, а в данном случае они просто сделали формированную ставку. Поворотник, вот от фары, надпись Kicks. Кстати, внутри фар. Ну, и задняя часть тоже выглядит достаточно неплохо. На мой взгляд, автомобиль очень неплохой. И я все-таки до сих пор верю в то, что он может разрывать рынок России. На сегодняшний день старт цен на Nissan Kicks в самых базовых версиях вот такой. Это на сегодняшний день, на день, когда вы смотрите это видео. Сколько он стоит в тот момент, когда вы им загорелись и смотрите это видео, уточняйте у наших менеджеров. Снизу в описании под этим видео есть все контакты. Вы можете позвонить, можете написать, можете зайти на сайт и посмотреть у нас в статистике самостоятельно. Калькулятор там считает точно, есть там расчет доставки до вашего города. То есть вся необходимая информация есть просто на сайте в свободном доступе. Не тревожим менеджеров, если вы там лютый интроверт, вы можете самостоятельно произвести всю процедуру через интернет. Соответственно, на мой взгляд, самое идеальное решение для города, если вы хотите динамичную машину с очень низким расходом топлива, а расход топлива и Power может достигать 4 литров на 100 километров в городском режиме. Это очень достойные цифры. И при этом достаточно вместительная, с неплохим багажником и классным набором функций. Это ваш вариант. На мой взгляд, конкурентов крайне мало. Ну а на сегодня у нас все. Меня зовут Дмитрий, компания наша называется Япония Транзит. Мы занимаемся доставкой автомобилей с аукционов Японии, Южной Кореи. И, наверное, еще скоро бахнем Китай. Ну а на сегодня все. Пока, друзья. Увидимся в следующем видео. Лайк и подписка за старание. Пока.